Доброе утро! Я поздравляю родных чиновников с тем, что они являются самыми нищими чиновниками мира. Они входят в книгу рекордов Гиннеса, живут всего на 150 долларов в месяц в нищей стране. Их огромное множество. Результатом их деятельности является обнищавшая страна. Чиновников в нашей стране практически превратили в стадо. Бездумное стадо, бредущее на работу каждое утро. Они идут, чтобы целый день ничего не делать. Потому что на самом деле их руководители не говорят им, что делать. Они будут целый день перекладывать бумажки, подписывать ненужные приказы, считать ненужные цифры. А по сути содержаться за народный счет для того, чтобы ничего не делать. По сути эту бездумную массу чиновников давно превратили в тех, кто и не должен думать. Они должны просто служить дракону власти, приходить на работу и тупо сидеть, попивая дешевый кофе и обсуждая проблемы своей собственной жизни. Потому что на 150 долларов зарплаты, которую они получают, жить невозможно. Их можно только посочувствовать бедным чиновникам, которые бредут, не думая на свои рабочие места и даже не надеются в будущем зарабатывать деньги. По сути чиновник должен сейчас задуматься о том, если он еще 10 лет просидит в Сидне на своей работе, во что он превратится. И я могу сразу сказать, что он превратится в хлам и уйдет на нижайшую в мире пенсию, которая будет составлять 65 долларов в месяц. И этих денег ему не будет хватать даже на коммунальные услуги. Но они об этом не задумываются. И каждый день бредут по своим кабинетикам, по своим конторкам, надеясь на какое-то чудо. Поэтому я без уважения отношусь к стаду чиновников, которая перестала думать. И могу вам только одно посоветовать. Бегите со своих рабочих мест. Убегайте с этих рабочих мест, которые вам и не платят. По сути это пособие по безработице, которое вы получаете от государства. Но оно вас еще и заставляет ходить на работу. Посмотрите, высокооплачиваемые чиновники, во что вы одеты. Вы голые и босые. И вас разорило государство. Вы думаете, что вы пересидите в кабинетах бури. Вы думаете, что все так и останется. Но на самом деле вы убиваете будущее своих детей. Свое собственное будущее. Потому что давно перестали думать на работе. Думать о том, как сделать так, чтобы разбогатела страна. Чтобы ваши граждане стали состоятельными. И есть только один выход из тупика и нищеты. Это отмена налогов. Это сокращение чиновного люда на 80%. Это свободный рынок. Это передвижение товаров, денег и услуг. Беспрепятственно и без трения от чиновника. Я очень сочувствую нашим родным чиновникам высшего класса. Мы находимся в центре Киева. И сегодня здесь, через этот перекресток, люди идут в администрацию президента, в национальный банк, в кабинет министров. И посмотрите, какие стада чиновников бредут для того, чтобы сесть и ничего не делать. Они прекрасно знают, что пользы они стране не приносят. Но они держатся за эти мизерные зарплатки в 150 долларов. Служат своим начальникам под поркой. Потому что все отчитываются за количество рабочих мест. Каждый стремится работать так, чтобы ничего не сделать за целый день. У нас есть Министерство экономики, в котором 800 работников работает. Ни одной программы не выпущено. Непонятно, чем занимается. Рядом со мной находится Национальный банк Украины, который разоряет украинцев. И наполнен вот этими самыми чиновниками, которые идут стадом на свои рабочие места работать за 150 долларов. Вы позор Украины и позор нищеты. Потому что вы согласились как стадо работать за эту мизерную зарплату. Вы позор Украины, потому что вы согласны служить дракону власти за всего лишь за 150 долларов. Вы никто. Вы самые нищие люди на земле. Потому что вам государство не платит и заставляет просто сидим сидеть на работе. Задумайтесь о своем положении нищеты. 150 долларов в месяц, а то и 100 долларов вам платит государство. Столько же платит милиционерам, чтобы они тоже делали вид, что следят за порядком. В результате у нас ни нормальных чиновников, ни нормальной милиции, ни нормального судебного корпуса. И все потому, что страна погрязла в нищете. Сегодня сами задумайтесь, как вас довели до такого состояния, что вы согласны работать на это государство всего за 100 долларов. Как вас превратили в стадо? Как вас превратили в тех, кто уже перестал давно думать? Многие люди просидели сидим на чиновничьих должностях по 20 лет. С ними уже не о чем говорить. Им промыло мозги государства. И они привыкли быть нищими. Вы нищие чиновники нашего государства. И донесите это до всего эстеблишмента. Вот оно, плохо одетое, нищее чиновничество Украины, живущее на 150-100 долларов в месяц. Давно перестало думать. И граждане Украины должны обратить внимание, какие стада чиновников бредут на свои рабочие места. Что эти люди могут сделать? На самом деле у них уже давно бездумные лица. Они уже давно перестали мыслить. Они уже даже перестали надеяться быть когда-нибудь богатыми. Они уже и не мечтают, чтобы зарабатывать 2-3 тысячи долларов в месяц. Они свыклись, согласились жить на 150 долларов в месяц. И не собираются думать о большем. Не мечтают. Не дают своим детям надежды. Они гордятся тем, что они просто лазят в свои кабинеты, садятся и ничего не делают целый день. Вот он, рядовой чиновник. Это не высший класс. Это те, которые являются подпорками, подставками под власть. Любую власть, хоть Януковича, хоть Ющенко, хоть Кучмы. Многие здесь проработали уже по 20 лет. И они живут иллюзией, что их обойдут перемены. Все эти кабинеты администрации президента, национального банка переполнены бездумными людьми, которые бредут сейчас в свои кабинеты. Каждое утро их здесь проходит десятки тысяч. Они ничего не делают целый день. Они переносят ненужные бумажки. Они подписывают ненужные приказы. Они служат своим начальникам и смотрят, как на них зарабатывают деньги и уходят богатейшие олигархи, используя их. И им платят по 150 долларов зарплаты. В лучшем случае 200. В лучшем случае в конверте. Мы сегодня дожились, что лучшие работники в администрации президента, в национальном банке получают зарплату в конверте. Потому что платить по закону им не могут. Вот таким образом государство ведет двойную мораль. Мы должны на территории нашего государства отменить налоги. Распустить 80% ненужных чиновников. И они сами понимают, что они ненужные. Единственное, что они согласились, это быть рабами этого государства. Каждое утро они бредут, выйдя из метро на свои рабочие места. Уныло идут и знают, что целый день не будут ничего делать. Будут созваниваться, перезваниваться, подписывать, переносить. Но пользы для государства от их деятельности нет. И, к сожалению, они давно перестали думать и мыслить, чтобы так, чтобы зарабатывать деньги себе, своим детям и своим семьям. Они свыклись с положением рабов, работающих за пайку 150 долларов на своих рабочих местах. Это позор нации. Иметь такое количество чиновников и тем более плохо одетых, бедных, нищих. Потому что они свыклись служить дракону власти за 150 долларов. Их можно нанять тысячами. И они будут сидеть бездумно, являясь подпорками под эту самую власть. Вот они бредут мимо нас, огромные стада чиновников. Это не рабочий класс. Посмотрите, во что власть превратила этих бездумных людей. Они перестали думать и даже обращать внимание, во что они одеты. Они живут одним месяцем до зарплаты, чтобы получить свою пайку в 150 долларов от этого государства и влачить жалкое существование. Обратите чиновники высшего класса, во что вы одеты. До чего вас довела власть. Государство давно уже плюнуло на вас. Вас уже давно никто не уважает, потому что вы обеднели и обнищали вместе со всем народом. Народ иногда думает, что вы хорошо живете. Но я-то знаю, что вы влачите жалкое существование за 150 долларов от этой власти. Полторы-две тысячи гривен – ваша красная цена. И вы сами знаете, что ваша красная цена – две тысячи гривен. Потому что вы давно уже ничего не делаете и стараетесь жить так, чтобы ничего не замечать. Вы должны понять, что должны произойти колоссальные перемены в государстве. И, возможно, вы можете стать носителями вот тех листовок, которые мы вам раздаем. И там указано, что ваш президент нынешний уже сдает города – Луганск, Донецк. Не объявляет эти территории оккупированными. И фактически подыгрывает оккупантам. Но вы не думаете об этом. Вы не обсуждаете это в своих кабинетах. Вы ведете жалкое существование на территории Украины, получая пайку от государства в 100-150 долларов. Вот во что вас превратило государство. Посмотрите, во что вы одеты. До чего вас довела страна. У вас, у женщин нет денег на приличную косметику. У мужчин нет денег на приличный костюм. И в это все вас превратило наше государство. Но и вы являетесь виновниками в том, что с вами произошло. Потому что вы давно перестали думать. Вы превратились в бездумных рабов. Многие работают в Национальном банке и перестали думать о том, что делать. Многие работают в администрации президента и подчинились. Уже новому президенту легли под него. Вам все равно, под кем лежать. Вам все равно, от кого получать 150 долларов. Вы самое главное – потеряли веру в собственное будущее. Вы даже не надеетесь и не делаете попытки вырваться из нищеты. Вы самые нищие чиновники мира. Вы получаете меньше всех в мире чиновничьей зарплаты. И вас так много, что я уже даже устал говорить. Посмотрите, сколько вас бредет здесь каждый день. Это позор нации. В нищей стране иметь такое количество нищих, бедных чиновников, которые бредут на свои рабочие места, чтобы целый день ничего не делать. Потому что нормальный человек никогда не согласится работать за 150 долларов. Нормальный человек будет бастовать, бунтовать, искать приработок, работу, уезжать из страны. А ненормальный чиновник превращается в ненормального чиновника. Посмотрите, во что вы превратились, как вы одеты. Вы обеднели в этой стране, обнищали. И все из-за того, что вы сами ничего не думаете, ничего не производите и ничего не создаете. Вот что вы делаете. Вы плодите бумаги, вы плодите ненужные услуги и сами попадаете в ловушку. Потому что вы довели до того, что вся страна стала нищая. И вы сами превратились в нищих граждан этой страны. И более того, позор заключается в том, что вы согласились работать за 150 долларов на это государство. Вы согласились и смирились с нищетой. Вы согласились быть нищими в центре Европы. Вы, бедные люди, согласились быть нищими в центре Европы. И вы называетесь высшим истеблишментом этого государства. Если высшие чиновники, которые сейчас бредут по своим конторам в Национальный банк, в администрацию президента, согласны работать за 150 долларов, что говорить об остальной стране? Они вообще согласны ничего не делать и ничего получать. Именно нищета довела до войны на Донбассе. Именно бездеятельность чиновничьего класса довела до нищеты всех нас. Именно то, что вы согласились работать за копейки, потому что зарплата чиновника сегодня в пять раз меньше, чем пособия по безработице в Америке. Вот во что вы себя превратили. И обсуждайте сегодня в кабинетах один вопрос. Как жить дальше? Как сделать так, чтобы хотя бы ваши дети получили человеческий облик и пользовались всеми благами цивилизации? У вас нет денег на приличный мобильный телефон, на машину, на оплату коммунальных услуг. И тем не менее, каждое утро вы бредете по своим конторкам в надежде получить пайку в 100-150 долларов. Во что вы себя превратили? Вы превратились в позор нации, в самых нищих чиновников мира. Вот во что вы превратились и согласились с этим жить. И я вас призываю, начинайте бороться за свое будущее. Начинайте биться за то, чтобы отменить налоги на территории Украины. За то, чтобы 80% вас больше не ходило в эти конторы. За то, чтобы эти конторы освободились и от вас, и от своих ненужных функций. Потому что вы прекрасно понимаете, что сегодня бредете на свои рабочие места и там будете целый день ничего не делать. Потому что вы ничего не производите, вы ничего не создаете. Вам государство просто платит за то, что вы ему шестерите по 100-150 долларов. И вы смирились, в этом ваш позор чиновников. Вы смирились быть нищими. И вы высший класс нашего государства, которые работают в администрации президента, в национальном банке, в кабинете министров. Вы смирились быть нищими. Вы согласились быть бедными. Вы плохо одеты, плохо обуты, плохо накормлены. Плохо будете лечиться и выйдете на пенсию в старости. И будете доживать свою жизнь без лекарств. Потому что государство вас лечить не будет. Вы сами виноваты в этом. То, что вы превратились, вы превратились в хлам и стадо, которое бредет на свои рабочие места получать нижайшую зарплату в мире. Потому что не может получать чиновник 150 долларов зарплаты и честно служить этому государству. Так же, как и милиционер за 100 долларов никогда не будет честно служить этому государству. Потому что ему надо кормить семью. Именно к этому призывает партия 5-10. Мы хотим отменить налоги. Мы хотим сделать так, чтобы пошли деньги на территорию Украины. Чтобы сюда поехали жить и работать богатые люди. Именно это сделает и вас, и ваших детей богатыми. А если вы будете продолжать сидеть на своих рабочих местах, подчиняться бездумной власти, которая тянет вас в яму, фактически которая вас разоряет. Более того, оно вас наняло за 150 долларов, превратив в самых бедных и самых нищих чиновников мира. Ниже зарплаты нигде в мире нету, чем получает украинский чиновник. Украинский чиновник является самым большим позором сегодня уже человечества. Потому что они согласились работать за нижайшую зарплату, за мизерную пайку от государства. И перестали думать. Многие уже работают здесь по 20 лет. И не думают 20 лет. Мозги отсохли и атрофировались. Перестали мечтать о хорошей жизни. Перестали думать о том, как заработать. Перестали думать о своем народе. Бегите с этих рабочих мест. Не подчиняйтесь дракону власти. Потому что если вы еще 5-10 лет просидите на своих бездумных должностях, вы совсем отупеете и не справитесь с рынком в будущем. Потому что я уверен, что партия 5-10 рано или поздно придет в власти и сократит вас на 80%. Введет здесь беспошлиную и безналоговую территорию. И сделает так, что здесь будет ходить свободная валюта. И тогда безумное количество вас попросту будут не нужны. Начинайте думать уже о будущем. Начинайте думать о том, до чего вас, высший класс государства, довело это самое государство. Вы согласились служить ему за 100-150 долларов. В этом ваш позор чиновников. Вы согласились быть нищими и служить ему. Вы перестали мечтать и надеяться на большую зарплату. Милиция согласилась служить за 100-150 долларов. Чиновник согласился ходить на работу за 100-150 долларов. А это в 5 раз меньше, чем пособие по безработице в Европе и Америке. Во что вы себя превратили, граждане Украины? Начинайте думать о том, как выйти из кризиса. Начинайте мечтать о том, чтобы зарабатывать деньги. Начинайте думать о том, чтобы хотя бы что-то делать в этой стране. Сегодня государство вас превратило в бездумное стадо, каждый день бредущее, уныло, на свои рабочие места. А вечером вы будете возвращаться в свои унылые квартирки. И там будете смотреть унылое шоу, которое вам будет показывать эта самая власть. И будет врать. А вы будете знать, что вы ходите бездумно на работу и ничего не делаете. Даже не замышляете о том, чтобы заработать. А те, кто замышляют, начинают создавать ненужные услуги для граждан Украины. Ненужные бумажки и ненужные подписи. Именно этим занимается вся страна. Именно из-за этого вас бредет сейчас на работу так много. Именно для того, чтобы не думать. Чем больше стада бредущих на работу чиновников, тем меньше они думают. Чем больше стада чиновников в государстве, в высшем истеблишменте, тем меньше думает это самое государство. А сегодня оно должно задуматься о том, а зачем вы нужны, что вы делаете, что вы производите, что вы создаете. Вы ничего не делали, не делаете и делать не будете. Потому что вы нищий позор нации. Вы согласились работать за 100-150 долларов и даже не помышляете о том, чтобы пойти в рынок и зарабатывать деньги. Вы бездумно ходите на эту работу и позорите себя и своих детей. Вы ездите на унылом транспорте, ходите в унылой одежде, едите плохую еду. И в это все вас превратило бездумное государство. Да и сами вы превратились в бездумное стадо, бредущее каждый день на работу. Ничего не делать целый день. Вот ваша роль в этой жизни. Вот ваша участь. Вот ваш позор. Идти каждый день и ничего не делать на этой работе. Вот ваша участь. Быть нищими рабами любой власти. Хоть Януковича, хоть Ющенко, хоть Порошенко. Вы рабы бездумные. И давно превратились в рабов. Вас превратило в рабов государство. Вы рабы контор, которые ничего не думают, ничего не соображают. И ничего главное не хотят. Ни о чем не мечтают. Я мечтаю о том времени, когда у нас будет безналоговое государство. Когда мы отменим все налоги. И введем только два. 5% с продаж и 10% социального. Отменим запрет нахождения валют. Пустим сюда иностранные банки. И мы увидим, как будет богатеть государство. Но вы после этого будете на 80% сокращены. Начинайте готовиться к рынку. Начинайте думать. Начинайте распространять идею безналогового государства. Потому что только в таком случае вы можете разбогатеть. А так вы, бедные, нищие, позор, нации, чиновники. И бродите на свои рабочие места, чтобы целый день ничего не делать. Каждый день уныло бредете по одному и тому же маршруту. Надеясь на чудо, что с вами произойдет. С вами чудо не произойдет. Потому что если вы будете ходить каждый день одним и тем же маршрутом на свои унылые рабочие места, из своих унылых квартирок, на унылом метро, вы будете деградировать. Да многие из вас, я вижу по выражениям лиц, давно деградировали и перестали думать. Перестали замечать вокруг себя перемены. Перестали мечтать. И даже перестали интересоваться, а что происходит в мире. Потому что государство вас обанкротило. Вы все банкроты, как и все наше государство. И не думайте, что вы выживете в ветре перемен. Сидя на своих рабочих местах и ничего не делая, вы превращаетесь в бездумное стадо. Каждый день бредущая на работу, чтобы ничего не делать. Это ваша функция в этом государстве. Именно на вас держится эта дурная государственная машина, делающая вид, что она что-то делает. Ничего не делает на рабочем своем месте господин Яценюк, который делает имитацию реформ и добавляет новые налоги и запреты. Ничего не делают чиновники в Национальном банке госпожа Гонтарева. Она разоряет граждан через то, что опускает гривну и делает новые запреты на деньги. Ничего не делает Порошенко, который только говорит о реформах, но не говорит о каких. Эта бездумная власть превратила вас в бездумное стадо и продолжает превращать в нищих людей. Опомнитесь и начните заниматься собой, своими семьями и своей работой. Поэтому начинайте пропагандировать среди высшей власти идеи системы 5.10 и безналогов государства. Иначе будете оставаться самыми нищими чиновниками мира. Вы получаете жалких 150 долларов и ходите на работу ничего не делать. Надеясь на то, что с вами произойдут перемены. Ничего с вами не произойдет, потому что каждый день вы повторяете свой унылый маршрут. Метро, дом, метро, работа и сидите целый день, ничего не делаете, ничего не производите и никаких услуг не создаете. Вы чиновники этого рабского государства, которое сделало вас самыми бедными чиновниками мира. Вот во что вас превратил дракон власти и вы ему служите. Начинайте агитировать всех за безналоговое государство. Именно в этом спасение вас и ваших детей. Но многих из вас уже не спасти, поэтому спасайте хотя бы своих детей. Сегодня мы с вами проводим предупредительную акцию по поводу импичмента президенту. Импичмент президенту это то, к чему он сейчас идет. Потому что за 100 дней своего властвования Петр Порошенко сделал огромное количество безумных ошибок. Первое. Он допустил выборы по смешанной системе и 5-процентным барьерам. В результате чего уцелела вся пятая колонна предателей Родины, которые работали на партию регионов. Поэтому следующая его ошибка это то, что он подписал какое-то мирное соглашение с Путиным о каких-то особом статусе территорий. А фактически сдал Луганск и Донецк, которые мы теперь уже никогда не вернем. Именно мы сегодня требуем от президента одного подписать указ о оккупированных территориях. Признать, что идет война и наши территории, Луганск и Донецк, оккупированы Российской Федерацией, российскими войсками. Сегодня весь мир помогает Украине, введя санкции против Путина. И только Украина продолжает торговать газом с Путиным. И только Украина в виде этого правительства и этого президента продолжает подыгрывать агрессору, сдав ему Луганск и Донецк. Не выпустив указ или закон о оккупированных территориях, не признав, что у нас идет война, таким образом Порошенко делает из Путина не агрессора, а миротворца. И это предательство Родины. И сегодняшняя предупредительная акция идет к тому, что мы начали подготовку к требованиям импичмента. И если сегодня правый сектор бросает обычных людей, депутатов, бывших партию региона, в мусорные ящики, то, возможно, скоро надо будет бросать в мусорный ящик самого президента. Потому что он не признает войну на Юго-Востоке. Он сделал Путина миротворцем. Порошенко сделал все, чтобы в Украине никогда не прекращалась война. И сегодня уже Харьков под ударом. Потому что если мирные переговоры, ведущиеся там, и спокойная передача Луганска и Донецка, произошла Российской Федерации, то следующим может оказаться Харьков. Потому что там тоже есть сепаратистские настроения. Мы сегодня предупреждаем президента о том, что мы начинаем подготовку к импичменту и требуем, чтобы он принял указ об оккупированных территориях. Наконец-то признал. У нас война. Луганский, Донецк оккупированы Путиным и Российской Федерацией. Это надо требовать от президента. Доставьте в кабинеты вот это послание, в котором описываются те события, которые произошли на Донбассе. Фактически мы уже потеряли Луганск и Донецк из-за действий нашего президента. И только потому, что он не признал эти территории оккупированными. А ведет переговоры на умиротворение агрессора. А нам надо перекрывать ему газ, прекращать с ним торговать и фактически вести себя так, как территория, которую атаковал и оккупировал агрессор. Мы должны признать Путина агрессором перед всем миром. Оккупированные территории Донецка и Луганска и мирные переговоры, которые ведет Порошенко с Путиным, говорят о том, что он коллаборационирует и играет с олигархами. Фактически служит трем-четырем олигархам, фактически сохранил всю пятую колонну в виде партии регионов, которая рвется к власти через парламент. И фактически пошел на сговор с Путиным и сдал территории Украины, Луганский, Донецк. Вот что делал президент на нашей территории. И я считаю, что сегодня он уже либо должен объяснить свои поведения перед всем народом, либо идти в отставку сам. Потому что он не выполняет функции отца нации. Он фактически, можно его назвать любовником Украины, который поматросил и бросил. И ничего хорошего мы теперь не ждем. И сегодня мы требуем от президента подписания закона об оккупированных территориях. Иначе мы страну не спасем. Продолжение следует...